Друзья, дорогие, я приветствую всех сегодня в этот субботний день на очередном нашем служении субботним. Благодарю нашего Господа, что Он сегодня уже дал нам услышать Слово Свое. Благодарю Господа, что Он дал нам услышать сегодня прекрасные напевы христианские. Мы благодарим нашего Господа, что Он так заботится о нашей пище духовной. Прошу, чтобы сейчас Господь благословил каждого из нас о продолжении сегодняшнего Слова, чтобы Он дал нам понимание, мудрость, веру и любовь к Нему, потому что действительно Бог есть любовь. Слава Ему за все, благодарность. Аминь. Дорогие друзья, сегодняшняя проповедь Слова Божия, как я надеюсь, прозвучит с помощью Духа Святого. В прошлый раз, когда в субботу прошлую мы с вами встречались, то было Слово Божие о том, что мы живем в последние дни, в последние времена перед пришествием Иисуса Христа. Я хотел бы продолжить эту тему и еще более конкретно указать на один из признаков этого последнего времени, на те бедствия, которые сегодня и уже много лет или даже столетий происходят на земле. И эта тема, она, я думаю, очень-очень злободневная, эта тема очень актуальна, очень важна сегодня как для нас верующих, так и для всех людей, которые еще не пришли к Богу. Но многие сегодня не очень понимают, почему на земле продолжаются войны, насилие, столько всякого зла, столько бедствий, столько несчастья, болезней. И многие люди, особенно неверующие, пока не познавшие Бога, им особенно тяжело это понять. И вот эта тема, так она и называется, реакция христианина на бедствие, реакция христианина. Итак, посмотрите, что действительно, когда, куда бы мы сегодня ни пошли, где бы мы сегодня не встречались с людьми, и часто мы слышим сегодня одни и те же мысли, которые высказывают люди, и они говорят, что-то определенно происходит, что Бог, может, Бог все это говорит к нам, то есть так говорят люди, действительно, это так. А и бедствия, и эти бедствия, которые сегодня мы принимаем через новости, через разговоры людей, то есть мы понимаем, что, возможно, Бог уже начал судить народы, может быть, мы так можем понять то, что происходит. Я хотел бы обратить ваше внимание, сколько бедствий произошло вот за последние несколько лет здесь, в разных странах с начала 21 века. И тем более, и что можно было особенно отметить, что все эти бедствия, они происходят все более в возрастающем количестве. Можно начать с начала вот этого 21 века. Мы с вами пережили страшное бедствие, которое произошло в Америке, и это бедствие действительно является одним из самых катастрофических бедствий на американском континенте, когда Америка, Нью-Йорк и Вашингтон подверглись нападению со стороны террористов. И мы с вами знаем, что это были уничтожены две такие важные, два важных финансовых учреждения, две башни. И было нападение на Вашингтон, там, где находится военный центр Пентагона Америки. И мы знаем, что вот в этом бедствии погибло огромное количество людей, около 3,5 тысяч человек погибли, сгорели, остались под обломками этих зданий, потому что нападение совершалось с самолетами. И также мы могли бы с вами вспомнить, что какие ураганы за все вот эти 21-22 год, пошел 21 века, и мы с вами видим, что ураганы, торнадо, различные бури, которые происходят, они уносят очень огромное количество, во-первых, люди погибают, во-вторых, мы видим, как сегодня, какие убытки наносят эти страшные бедствия, ураганы. И они часто вызываются потом наводнениями, и миллионы людей остаются без крова. Вот здесь можно вспомнить ураган, который пронесся над американским городом Нью-Орлеан. Там он затопил, этот ураган, он затопил огромное разрушение, произвел прибрежные зоны города, лишив сотни тысяч людей крова. И как вы думаете, как отреагировали те, кто администрация этого города? Вот мэр сказал такие слова, что он намерен отстроить эти районы, подвергся затоплению, превратить их в новый огромный район игрового бизнеса по типу Лас-Вегаса с огромными казино, роскошными дворцами для развлечений. Можете здесь себе представить, что действительно, я думаю, что многое из того, что он сказал, он выполнил. И мы видим с вами, что такое вот предупреждение Божие, которое было дано этому городу, оно часто не дает тех результатов, которые Бог хотел бы, чтобы люди поняли, что это не просто так произошло, что это природа, а таким образом действует против людей. И поэтому многие люди, несмотря на все эти предостережения, потрясения, считают, что Бог вообще не причастен вообще ко всему этому. Мы с вами знаем, что Библия говорит нам, что через сам Господь Иисус сказал такие слова, люди будут издыхать от страха и ожиданий бедствий, грядущей на всю Вселенную. И на самом деле эти бедствия многие люди, даже из верующих, из верующих людей, многие люди не воспринимают, что такого, что такую мысль, они даже не могут принять ее, что это происходит вообще от Бога, что это Бог, Бог Израиля, Бог Авраам Исаака Якова, который является Творцом и Создателем, совершает все это. Но Библия нам говорит однозначно, и я все время и часто открываю для многих людей вот это место, для того, чтобы они увидели, что на самом деле Бог не прячется ни за чьи спины, и что Бог действительно делает то, что Он считает нужным сделать, и делает это не просто так, а для того, чтобы еще раз и еще раз привести людей к мысли о покаянии, о том, что пока Он еще предупреждает через бедствие, но придет время, когда уже предупреждение будет совершено, но уже не предупреждение, а суд самого Сына Божьего над нашей землей. Итак, посмотрите, что говорит глава 45, и мы с вами читаем следующее. Глава 45 пророка Исаии, пророк Исаия. И Господь говорит с 5 стиха, «Я Господь» или в переводе с русского на иврит, здесь написано «Я Яхве, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя», то здесь Он говорит о Кире, о древнем правителе Медоперсидском, который правил в Вавилоне, здесь Он говорит о припоясании этого человека, этого правителя, и дальше Он говорит следующие слова, «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Яхве, и нет иного». И вот дальше ключевые слова, или это великое откровение Божие для каждого человека, живущего на земле, хотящего понять, откуда же все-таки эти бедствия. И Он говорит, Господь говорит, «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия». Я, Господь, делаю все это. То есть последняя фраза еще больше утверждает нас в этой мысли, что Господь говорит, что все это делаю я. Не только Он отворит бедствия, производит, но Он образует и свет, и творит тьму, и делает мир. Это все делает Бог, потому что это все во всемогущей власти нашего святого Бога, святого Творца. И дальше посмотрите, очень интересные слова Он говорит, а в девятом стихе Он говорит, предупреждает, опять Бог предупреждает каждого грешника земли. Он говорит, «Горе тому, кто припирается Создателям своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня». То есть здесь Господь упрекает каждого человека, зная его гордость, зная его всю порочность, зная его вот эту вражду к Богу, незаслуженную, непонятную вражду всемогущему Богу, которая выражается в том, что он постоянно, постоянно хочет сказать что-то на зло Богу, что-то помахать кулаком перед Ним, перед великим святым Богом неба и земли и всей вселенной. И он говорит и предсказывает, что горе тем людям, которые не изменят своего мышления духовного, которые так и не покаятся, и не захотят припасть к его ногам и просить прощения за все, что они сказали, за все грехи, которые они сделали в своей жизни. Они обязаны это сделать, потому что Бог, он Бог любви, как мы с вами сегодня пели, этот прекрасный христианский гимн. И действительно Господь говорит нам о том, что в 11 стихе Он говорит, «Так, говорит Господь Святой Израиль, посоздателю, вы спрашивайте меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? То есть как мы, люди, ничтожные перед ним, прах и пепел, плоть и кровь, как мы можем указывать ему в деле рук по любому вопросу, вопросу бедствия или вопросу, о котором он говорит в отношении его народа, Израиля, что делать с этим народом, как с ним поступить и так дальше. То есть люди становятся часто судьями вместо Бога, Бог единственный судья неба и земли. А люди пытаются свое преподнести и еще извратить слова самого Бога, которые сказаны в Писании. И поэтому он говорит, «Я создал землю» – 12 стих – «и сотворил на ней человека, я мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». То есть поэтому мы с вами понимаем, что Бог указывает на себя, на того действительно всемогущего Бога, на который мы можем надеяться и знать, что Он знает намного-намного больше нас. Мы вообще ничего не знаем. А то, что знает Бог, это действительно высота высот всех, которые только возможны. Его мысли действительно настолько мудры, настолько глубокие, настолько часто непонятные для нас. Поэтому мы с вами должны просто в страхе и в смирении слушать Его. И как мы сегодня слышали слова, которые сказал Отец Небесный о Своем Сыне, как Он сказал, чтобы мы, люди, услышали возлюбленного Сына Божьего. «Слушайте Его, это будет для вас благоволением, потому что если вы пойдете за Моим Сыном, тогда вы только придете ко Мне. Без Моего Сына никто никогда не узнает из грешных людей, что у Него есть истинный настоящий Отец. Отец, который дал Ему жизнь и продолжает давать жизнь каждый день, дает все для жизни на земле и в будущем на небе, потому что спасение возможно только через Сына Божьего». Итак, мы с вами продолжаем размышлять о бедствиях, то есть реакция христианина на бедствия. Мы с вами целыми, целые поколения слышат пророческие предупреждения об этих бедствиях. Интерес к этой теме давно уже как бы выросли до такой степени, что много выпущено популярных серий разных книг о восхищении на небеса, о последних временах. Многие эти книги стали бестселлерами. И все же для многих эти книги, они остались не более, чем очередная история ужасов, потому что так многие неверующие люди воспринимают вот эти книги и все, что написано, все это для них как сказочно, все это преподносится как что-то инакомыслие, понимаете. И вот здесь я хотел обратить ваше внимание на такую мысль, что вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то из лидеров мировых держав, говоря о бедствиях, чтобы человек хотел допустить мысль о причастности Господа ко всем этим потрясениям. Я думаю, что мы вряд ли слышали или когда-нибудь услышим вообще о Боге, от какого-либо лидера сегодняшней страны, государства, любого. И поэтому мы с вами можем лишь только удивляться, почему это так. Ну, ответ, наверное, для нас всех ясен, потому что пока человек, а он человек, какой бы он пост не занимал и место, в обществе он остается грешником. И поэтому мы с вами можем только говорить о том, что так будет продолжаться очень-очень еще неизвестно сколько времени до... В книге «Откровение» мы с вами читаем следующие слова. Когда Господь пошлет страшные удары, страшные бедствия, которые будут уже идти непосредственно с неба, от ангелов, которые будут трубить и будут совершаться катастрофические бедствия, намного еще более страшные, чем которые мы сегодня с вами видим. А люди в это время будут искать больше даже не уже не Бога, а смерти. Так написано, люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть будет убегать от них. Вот какое время еще настанет на земле. Поэтому мы читаем с вами в книге «Откровение», что Бог будет изливать, изливать вино своей ярости, и что будет это сопровождаться экологическими катастрофами, палящим зноем, пандемическими болезнями. Все это придет на землю после того, как Бог пошлет своих пророков трубить глазом, чтобы пробудить и встряхнуть не только людей этого мира, но и свою церковь. И вот когда мы сейчас с вами говорим о пандемических болезнях, то мы, конечно же, обращаем свой взор на сегодняшнее положение, связанное с бедствием, которое является одним, видимо, одним из самых тяжелых бедствий за последние десятки лет, которое произошло даже, наверное, около, можно сказать, ближе к ста годам. Потому что вот такого бедствия, такого масштаба, который бы охватил весь мир и такой силы не было на земле очень давно. И мы с вами видим, что сегодня даже верующие люди, они тоже не сильно обращают свой взор к небу. А если они уже и говорят о каком-то божественном, сверхъестественном вмешательстве, то они часто обращают внимание на противника Бога, на Бога века сего, но не на самого святого Создателя и Творца мира. Поэтому эта разница огромная. Мы же понимаем с вами, что сатана, дьявол, он может в чем-то участвовать, в каких-то злых деяниях, но он не может производить то, что сегодня совершает Господь. Мы с вами на этот момент уже живем третий год в этом бедствии. И мы увидели, что когда мы размышляем и думаем, а как же, почему мы можем так думать, что это от Бога? Да потому что мы видим с вами за три года, Господь поразил около полмиллиарда человек, 500 миллионов почти человек заражены были несколькими видами вирусов. И каждый вирус имел свою силу, то есть начинался вирус как бы с самого как бы простого вида, и потом мы видим с вами уже третий или четвертый вид новых и новых вирусов. То есть Бог предупреждает все больше, говорит через вот эти болезни, и мы видим, как он поражает очень и очень избирательно. Если мы с вами сегодня понимаем, сколько людей на Земле живет, то мы знаем где-то около, я точно не могу сказать, но где-то около 8 миллиардов людей живет на Земле, а за три года почти еще не трех лет пострадало или заражено было около полмиллиарда людей. И без этого мы можем сделать вид, что Бог, сделать вывод, что Бог действительно делает все очень продуманно, и Он поражает людей разных сфер, разных людей профессий, возрастов. То есть у него все это определено, и мы с вами должны понимать, что здесь действительно не какая-то слепая сила совершает это дело, потому что мы с вами видим, что и умерших по сравнению с зараженными намного-намного, в десятки раз меньше. Потому что если сегодня около 6 миллионов, а умерло людей от этих вирусов, и еще мы не знаем, сколько умрет и сколько будет заражено, но в любом случае мы видим с вами, что он действует очень-очень продуманно в отношении, и даже когда мы говорим о наказании церкви, и всегда Господь говорит, суды начинаются и будут начинаться с церкви. И мы видим с вами, что церковь сильно была затронута, сильно потрясена сегодня церковь Христа, и мы видим с вами много, а даже среди верующих есть немало, а много даже умерших, и очень много, к сожалению, и молодых людей, не только пожилых. Из этого мы тоже можем сделать определенный вывод, что Бог совершает бедствие, чтобы мы с вами, верующие, которые уже знают, многие знают Слово Божие, многие размышляют над Словом Божиим, а некоторые ведут себя очень, а очень, знаете, так вот, ну, несерьезно, если мягко выражаясь, потому что они считают все эти правила, все эти карантинные ограничения, что они, они почти не, в них нет необходимости, а наоборот, что как бы вот государство, используя это бедствие, оно бьет по церкви, и хочет закрыть церкви, и так дальше. Я, например, не прихожу к такому выводу. Я вижу, что все эти требования, они действительно доказали в течение этих трех почти лет о том, что это бедствие и вот эти вот принятые меры, которые, я думаю, что здесь участие Бога в отношении масок, в отношении дистанции, это все необходимость, это то, чем мы еще можем сегодня укрываться от этих страшных поражений. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами должны все больше и больше размышлять. И нам сегодня, конечно, в этом отношении легче говорить, потому что, а когда говорим теоретически о том, что происходило там, что происходит вот сегодня, допустим, в Европе, в Польше, в Англии, идет страшный шторм, а многие люди теряют опять свой кровь, есть даже погибшие. И поэтому мы с вами видим, что это все было, есть и будет продолжаться с такой интенсивностью, как это сейчас происходит. Если посчитать, что уже вот за первые два месяца сколько произошло в Бразилии, произошло сильнейшее наводнение, и в многих других местах просто не успеваешь даже запоминать, сколько сегодня бедствий приходят на разные страны, и Бог бьет то в одной стране, то в другой. В Израиле, например, в течение января, февраля вот месяца продолжаются такие землетрясения, но они пока не сильного характера. То есть три с половиной балла, четыре балла, но если еще Бог добавит всего лишь два, три балла, три балла, это достаточно для того, чтобы разрушить весь Израиль, тем более, что много строений там очень старых, и много всего там не продумано в отношении именно как защитить людей от землетрясений сегодня. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами понимаем, что сегодня как бы и страна Божья, и страна Израиль сегодня затронута разными родами бедствиями, террористические нападения постоянные и постоянные угрозы уничтожения вообще страны, страны нескольких стран, таких как Сирия, таких как Ливан, таких как Иран. И поэтому и Газа, если мы будем говорить о Газе, она тоже способна сегодня, при том, что у них несколько тысяч боевиков живут там, в этом городе, они способны уничтожить Израиль, потому что, к сожалению, правительство допускает много серьезных ошибок безопасности, и поэтому угроза очень велика. Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем рассуждать и размышлять над этой темой. Вот здесь очень интересно, есть одна мысль у одного брата, который говорил в своей проповеди, если неверующий мир так относится к пророчествам, то, может быть, нет смысла вообще предупреждать его. Зачем говорить нечестивым? Бог говорит вам через все это, если даже после всех этих страшных бедствий, что находят на землю, грешники все равно поднимают свои кулаки на Бога, то зачем вообще возвышать голос пророчества? Это хорошая, я думаю, мысль и подумать над этим. Но о Библии нам говорит следующее по этому вопросу. Господь Бог ничего не делает, не открывая своей тайне рабам, своим пророкам. И поэтому благодаря вот этим пророкам, допустим, пророк Исаия, что вам открыл в 45 главе, благодаря этому пророку и другим пророкам мы понимаем, что Бог через вот эти предупреждения говорит о себе как о справедливом Боге, Боге милующем. Он может предупреждать устами даже ученых и других светских людей либо еще каким-то иным способом, но предупредить неверующие народы и каждого в отдельности нечестивого необходимо. Это просто необходимость. Мы можем задаться вопросом, дорогие друзья, каким же должно быть слово церкви Иисуса Христа вот в такие времена, в которые мы сейчас с вами живем. Иисус сказал нам, что когда мы будем видеть все то, что будет сбываться, чтобы мы подняли головы наши и радовались, ибо приближается избавление наше. Однако эта радость не может быть злорадством, чтобы мы поняли. Она не должна быть вызвана этими бедствиями. Если же все же мы можем сказать этому миру, а конец уже близок, уже начинается суд, и мы говорим вам об этом, то мы не оставляем им совершенно никакой надежды. Мы уже говорили о том, что по мере того, как умножается бедствие, мир погружается все дальше в хаос, в людях возрастает ощущение безнадежности, и от этого сердца их ожесточается. То есть это еще одна интересная мысль, почему ожесточается сердца неверующих. Так что если не проповедовать грешнику о надежде искупления, то он придет такому заключению. Если это гнев Божий, если это конец, и мы все направляемся в ад, то тогда будем есть, пить и веселиться все равно конец один. А более 30 лет назад один наш брат Давид Вилькерси написал книгу под названием «Видение», в которой он предупреждал о страшных погодных изменениях, которые обрушатся на наше побережье, то есть побережье Америки. Эти катастрофы будут настолько феноменальными, что эксперты будут недоуменно пожимать плечами и говорить «Это необъяснимо, это бедствие библейских масштабов». Также он писал книгу, он был пророком о своего времени Давид Вилькерсен, и он написал книгу о грядущем финансовом крахе, где он вопрошал Господу по поводу пророческого слова, которое было ему дано. Он был сам глубоко потрясен, неужели это все нужно передать одно только отрицательное? Господи, неужели это есть то слово, которое ты хочешь, чтобы я передал? Неужели я всю жизнь буду только предупреждать о бедствии? Писал брат Вилькерсон. И Дух Святой в то время пообещал ему этому брату, он запечатлел такое слово в нем, в его сердце. Когда потрясение усилится, так говорил Господь ему, когда ты увидишь, как все это начнет сбываться, ты будешь среди тех, кто будет проповедовать надежду, в то время, как другие будут тревожиться и суетиться. А тебе я дам помазание проповедовать слово милости, благодати и искупления в те времена, когда безнадежность наполнит собой все. Твоя проповедь будет преисполнена надеждой. Вот такие слова ободряющих услышал наш брат от самого Бога. Это действительно замечательно. И вот здесь, когда мы говорим о том, что церковь должна проповедовать надежду и ожидание святости Божией, часто люди думают о том, что я хотел бы, конечно, быть на небе, когда мы говорим этим людям о небе, о том, что какое ожидание у нас есть у самих. То есть убедить человека вообще очень трудно в реальности неба, потому что человек действительно человек, пока он не родится свыше, пока его сердце не коснется Дух Святой, то, конечно, это очень трудно. Мы можем рассказать, мы можем пытаться убедить человека, но это непросто. То есть здесь работа Божия, и это очень важно, чтобы мы действительно продолжали говорить о том, что у нас есть у всех надежда у каждого грешника уверовать своего спасителя и действительно стать Божьим детем. Сейчас, сегодня мы понимаем, что мир пребывает в беспокойстве, растерянности, сегодня мир изнывает от страха, от страха изнывает сегодня мир. Как же нам проповедовать надежду тем, кто живет в отчаянии и страхе? Действительно, сегодня, когда мы смотрим на вот этот конфликт, российско-украинский конфликт, когда мы смотрим, что здесь завязан такой тяжелый опасный узел, который завязывает сегодня те, кто хотел бы потрясти этот мир войной ядерный. То есть, мы видим сегодня действия безответственные, действия политиков, и мы видим действительно, какая сегодня опасность, и сегодня мы изнываем от страха, как это было, я, как помню, еще был ребенком в 1961 году, у меня было, всего лишь только пошел в школу, и вот я помню, как вот этот Карибский кризис, который вот-вот как бы почти мог привести человечество к ядерной войне. И вы видите, как это было давно, и как это сегодня, мы видим, повторяется, мы видим сегодня страшное учение, которое провел президент Путин, и показал, какая сегодня ядерная триада, баллистические ракеты, и много всего другого, которое он показал, что он может поразить далекие страны, любую страну, и у него для этого все есть. Но мы знаем опять, что все-таки мы слушаем не лидеров стран, а мы слушаем, что Господь говорит, как вот с этим отчаянием того, что происходит сегодня, как с этим бороться, и мы с вами можем открыть Слово Божие опять пророков, на этот раз Еремия, я хочу вам открыть пророка Еремию, где мы с вами читаем в 29-й главе следующие слова, которые Господь говорит своему народу Израиля. Он говорит такие слова, посмотрите, народ Израиля еще находился в плену, в 70-летнем плену, в который Господь отправил его в Вавилон. И Господь говорит, 29-я глава Еремии, и мы читаем с вами из 10-го стиха. И вот так говорит Господь, когда исполнится вам Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас, и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это. Ибо только посмотрите, какие слова Господь говорит к Израилю, а я говорит к своим будущим слушателям, те, которые будут читать через столетия эти слова, обращенные к каждому человеку, который будет находиться в каком-то определенном бедствии в определенное время. Он говорит, ибо только я знаю намерение, Бог говорит, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам что? Будущность и надежду. И дальше он говорит в 12-м стихе, и вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Вот как надо искать Господа, чтобы прийти к Нему, чтобы войти в Его тесные рамки общения с Ним, чтобы стать Его частью тела Его, нашего Господа Иисуса Христа. И вы видите, Господь говорит в 14-м стихе, какие ободряющие слова для нас вами, живущих в 21-м веке, и буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселю вас. Вы видите, какие слова говорит Господь грешникам, не только грешникам Израиля, народу своему, но грешникам всего мира. То есть, Он готов возвратить каждого из пленов, в котором находится плене сатаны, находятся миллиарды людей сегодня, и Господь хочет возвратить их к себе, чтобы они стали Божьими детьми, Божьими служителями, чтобы они посвятили жизнь свою Богу, а не остались жить навеки во тьме. Посмотрите, дорогие, еще вот, если мы сравниваем, что Господь говорит, это я вам прочитал из пророка Иеремии, а что Господь говорит нам в Новом Завете в послании к евреям, вот в послании к евреям, посмотрите, какие интересные слова мы находим, мы находим с вами, сейчас я вам скажу, где это, да, это в шестой главе, шестая глава послания к евреям, и мы прочитаем, что это очень важно, о надежде, то есть что значит надежда, мы с вами сейчас прочитали у Иеремии о надежде, да, как важна наша надежда, наше терпение, наша вера в том, чтобы мы могли полагаться в это время бедственно всегда на Господа живого, посмотрите, Господь говорит в 13 стихе, шестая глава послания к евреям, 13 стих, Бог давая обетование Аврааму, как не мог никем в высшем клясться, клялся самим собою, вы видите, да, и дальше он говорит, говорю истинно благословляя, говоря истинно, благословляя, благословлю тебя и размножа, размножу тебя и так Авраам, я извиняюсь, я пропустил один очень важный стих, или я его прочитаю, Бог дава обетование Аврааму, как не мог никем в высшем кляться, клялся самим собою, Говоря истинно, благословляя, благословлю тебя и размножа, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва удостоверения оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования, то есть уверовавшим в Бога живого, во Христа, непреложность своей воли употребил впосредство клятву. Вы видите, то есть клятва Божия – это самая высшая клятва, которая может быть для людей, когда Бог клянется самим собой, и Он говорит, дабы, 18 стих, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Вы видите, да? И входит во внутреннейшее зависть, куда притечу из-за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек под чину Мелхицедека. Итак, мы с вами поняли здесь очень важно, что наша надежда на нашего Господа – это как якорь в нашем сердце. Якорь безопасный, крепкий, потому что Он входит уже в самое святое святых, куда вошел наш Господь. После своего воскресения Он вошел куда? Вошел в самое Царство Божие и воссел вновь одесную Своего Отца Небесного. Слава Ему, что Он стал нашим первосвященником, а мы Его сегодня дети и Его служители, уверовавшие и возрожденные им, являемся кем? Священниками. Мы являемся священниками Божьими. Слава Господу, что мы Ему должны исполнять священнические обязанности сегодня. Это для нас большая честь. Это для нас большое и великое преимущество быть святыми детьми Божьими. Итак, дальше, если мы рассуждаем о надежде, мы видим, куда же людям обратиться за надеждой, где они могут найти образцы непоколебимой веры. И вот Дух Святой тому же самому брату, Давиду Вилкерсону, сказал такое слово. Он сказал, Давид, тебе нужно бросить якорь твоей веры. Это то, что мы сейчас с вами читали в послании к евреям, о якоре. Он говорит, положи в сердце твоем доверять Богу во всем. И во все времена укрепи твою веру так, чтобы она не колебалась. Чтобы она не колебалась. Вот это очень важный момент. И дальше он говорит такие очень важные слова. Что такое вообще укрепить нашу веру? Это означает стабилизировать ее, сделать ее непоколебимой, укоренить ее в своем сердце, подвести опору под нее, положить основание. Вот что значит настоящая спасительная вера во Христе Иисусе. Слава Ему! И посмотрите, что писал по этому вопросу апостол Яков. Он писал в первой главе, апостол Яков писал в своем послании, сомневающийся подобен морской волне. Тот, кто верит и сомневается, это невозможно, это несовместимо. Он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает, Господь говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа хорошее. Мы не можем ничего получить от Господа, если мы в постоянных сомнениях. Нас бросает как волну, то вперед, то назад. Два шага вперед, десять назад. То есть мы ничего не достигнем. Я думаю, это хорошее предупреждение каждому из нас, как мы должны ходить твердо перед Богом, чтобы наша вера была укорененной, имела опору, имела основание. Основание кто этой веры? Сам Господь Ишуа. Потому что Он нам сказал, я есть камень крывольный, драгоценный, прочный, испытанный, надежный. И никто из уверовавших, что сказано, не посрамится. Никто. Если мы будем идти за Ним, дорогие друзья, мы должны помнить это, повторять это своему сердцу и действительно возрастать в этой вере. Дорогие друзья, дальше мы с вами о чем еще могли сказать здесь. Здесь есть очень важная мысль такая, что когда мы читаем Давида, царя Давида, псалмопевца, о том, что уповающие на Господа, они должны уповать такой силой, чтобы показать другим людям, что их вера действительно сильная, что их вера действительно приносит радость, счастье и ободрение человеку. Вот посмотрите вновь, что мы сейчас прочитаем с вами в послании к евреям, 12 главе, что нам Господь, Дух Святой, говорит в Евреям 12 главе. В 12 главе с 25 стиха мы читаем следующие слова. Господь говорит и опять предупреждает нас, как всегда это Он делает. Он говорит, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, то есть евреи, еврейский народ, который был в пустыне, если он отвратился, то мы не должны отвратиться, потому что если те, не послушав глаголов, оставшего на земле, не избегли наказания, мы знаем, что огромная часть, 90, наверное, процентов, а те, кто вышли из Египта, они все полегли в этой пустыне, а вошло только молодое поколение, то тем более не избежим и мы, если это мы, мы с вами, те, кто уже стали божьими детьми, не избежим наказания, если отвратимся от глаголющего с небес. И вот посмотрите, какие слова интереснейшие, встречаемые здесь, вот в этом отрывке, 26 стих говорит, «Которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. То есть Господь говорит о том, что Он придет, Он совершит свои суды, Он даст Царство Божие, Он восяет в Иерусалиме. Это все, что Господь говорит нам, что это все состоится. Но Он также говорит, что земля не будет вечной, что все колебания, которые еще впереди, Господь поколеблет и даст человечеству, спасенному новый город, небесный Иерусалим. И дальше мы с вами видим, что Господь говорит в 28 стихе. «И так мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». С благоговением и страхом. Вот что особенно мы должны с вами знать. Почему? Потому что Бог есть огонь поедающий, Бог есть любовь, но Он есть огонь поедающий для всех, кто перестает Его слушать или отступает, или вообще не желает прийти к Нему. Поэтому есть несколько причин, когда действительно Он может стать огнем поедающим, а это значит, что Он может просто вести нас действительно в свои руки. И тогда, конечно, это самое страшное, что может ожидать человечество, которое останется так и не послушан. Дорогие друзья, и последняя мысль, о чем мы с вами читали, и большую часть стихов говорили о том, что говорилось послание к евреям. И здесь мы с вами в 11 главе читаем следующие слова. Мы с вами читаем 11 глава, и мы прочитаем с 1 по 3 стихи. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вы услышали, да? Какое прекрасное определение веры. То есть мы на самом деле верим в живой веры, которую дал нам Господь, Дух Святой. И вот эта вера, она заключается в том, что мы ждем осуществления того, что должно произойти. И мы верим, то есть у нас есть уверенность в невидимом, то есть в живом Боге, который все это произведет и сделает на основании всех тех пророчеств, которые уже исполнились, которые исполняются и которые еще должны исполниться. И дальше здесь говорится, в ней свидетельствованы древние. То есть этой верой засвидетельствовал Господь через многие поколения верных христиан. И верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Вот что такое живая, святая, спасительная вера, которую Господь дает. Это не что-то приобретенное, человеческое, искусственное. Это то, что Господь дарит нам. Это все его дары, все дары Духа Святого, дорогие друзья. И здесь мы с вами можем еще сказать о том, что наши предки в Господе имели твердую, непоколебимую, укорененную веру, которая рассказывается в этой 11 главе о многих-многих верных служителях. И вот наша сестра сегодня рассказала о брате Винсе, который служил в братстве отделенных, который сидел в тюрьме, который тоже пережил очень много страшных минут, когда он находился в этих узах. И об этом мы читаем в жизни нашего апостола Павла и других верующих первого века. Посмотрите, что мы здесь видим. Во-первых, эти верующие имели внутреннее свидетельство того, что Бог благоволил к ним. Вы видите, когда мы веруем по-настоящему, то Бог постоянно от нашего веры, что Он делает? Он ее освежает. Он делает эту веру настолько живой, что эта вера действительно помогает проходить через различные узы, заточение, пытки, сражения, травля со львами, огонь. Все это прошли и проходят многие христиане сегодня, гонимые и преследуемы Богом. И поэтому мы с вами читаем здесь же, в 11 главе, что без веры угодить Богу невозможно. Запомните все, друзья мои, как верующие сегодня, которые еще не пришли к той настоящей вере, то есть Господь одарит вас. Но здесь очень важно помнить, что без веры ничего невозможно прийти и угодить Богу. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть всегда, когда мы стоим в вере, проходя через трудные времена, мы получаем тоже одобрение Духа Святого. И Дух Святой в нашему сердцу говорит, хорошо, друг, ты являешься моим свидетельством миру. Когда я могу оставаться в покое во время бури, когда я возложил всякое бремя на Христа и твердо держусь моей веры, тогда я получаю свидетельство этой веры в себе. И тогда я становлюсь маяком надежды для окружающих меня. Те, кто наблюдают за моей жизнью дома, на работе, на улице, могут не показать виду, что их коснулся мой пример, но они будут знать, что я для них есть надежда искупления. Они могут посмотреть на меня во дни бедствия моего и сказать, надежда есть. Вот перед нами тот, кто не утратил свою веру в Бога. Вот перед нами воин, который не струсит и не побежит. Он действительно верит в своего Бога. По мере того, как бедствие будет усиливаться, друзья, и мир будет впадать в еще больше хаос и тревогу, реакция христианина должна свидетельствовать о его непоколебимой вере. Аминь. Аминь. Слава Господу за это слово, которое было сегодня. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Спасибо.